Итак, давайте знакомиться с гостем нашего сегодняшнего эфира, Светлана Барсукова, председатель общественной организации «Общественный совет зоозащитников Одессы», ну а также Ольга Целинская, юрист этой организации. Поговорим сегодня о том, что намечается на 15 октября, намечается, я так понимаю, марш в защиту прав животных, да? Да. Насколько я понял, вы организаторы этого мероприятия. Ну, доброе утро, во-первых. Доброе. Доброе. Да, почему решили, ну понятно, то есть вы решили, почему вот именно осенью, почему вот вы решили, что сейчас актуально было бы организовать подобное мероприятие в нашем городе? С чем это связано? Инициатор этого мероприятия – платформа «ЮЭнималс». Это мероприятие должно было проходить 4 октября, в день, Всемирный день защиты животных. Но дело в том, что 4 октября попадало на будний день, поэтому сначала решили 8-го. Эта дата была озвучена, оказалось, что в Киеве в эту дату проходят какие-то мероприятия в городе, на улицах города, поэтому попросили «ЮЭнималс» перенести на 15-е. 15-го уже никаких мероприятий нет. 15-го все свободно. Погода хорошая, вы смотрели, да, в интернете? Конечно. Мы смотрели. Все должно быть идеально. Так, хорошо. Мы заказали, договорились. Хорошо. К этой акции присоединяются более 15 на сегодняшний день, более 15 городов Украины. Координационный центр в Киеве рекомендательные действия и рекомендательную поддержку нам оказывает. Мы все дышим в одном направлении. Мы идем туда с прекрасным настроением. Мы приходим туда с настроем доброты. Мы не приходим туда ни в коем случае как на политическую акцию. Мы не поддерживаем никакие политические силы. Мы просим ко всем гостям, тем, кто поддержит акцию, не приносить туда плакаты, призывы. Мы ни за какие законопроекты не идем. Мы выходим на марш добра, теплоты, на марш прекрасного отношения друг к другу, животным. Ну, соответственно, на этом мероприятии должна царить доброта и теплота. Как вы будете создавать этот уют? Конечно. Вот смотрите, начиная от визуального восприятия марша, Координационный совет разработал макеты плакатов для всех городов, баннеров. Они однотипные. Каждому городу досталось свое животное. Вот Одесса будет идти с дельфином, да. Этот баннер готов. То есть это будет даже видно по тому, какие будут призывы, лозунги, все, что это действительно всеукраинский марш. Вы знаете, очень важная тема на сегодняшний день, и она интересует многих. Я на прошлой неделе имела удовольствие вести уроки доброты. Учительница украинского языка литературы из частной гимназии Мрия явилась инициатором таких уроков. Вот Мрия была первой школой, где все это было проведено. Детки были пятых, шестых, десятых, одиннадцатых классов. Вы знаете, такого понимания, такого позитива и такое действительно стремление делать добро, я не видела, я в основном со взрослыми общаюсь, я не видела давно. То есть дети положительно реагируют? Дети, причем на все вопросы, которые задавались, они отвечали, ну, хором. Я бы так сказала, никто не выпадал. Да, должны ли в цирке быть животные? Нет. Должны ли, от кого надо в первую очередь... А кто должен быть в цирке? Гимнасты. Клоуны, гимнасты, гимнасты, филдаты, да, допустим? Да, да, это идеальный вариант. В принципе, не в принципе. А некоторые даже в клетках, да. Вот, понимаете, то есть дети настроены. И, в общем-то, такой настрой детей, он позволяет все-таки быть уверенными, что у нашей страны есть будущее, у детей глаза светятся, они хотят. Их интересовали вопросы, например, это перекликается тоже с темой, как подготовиться к зиме, где можно заказать домики, как лучше кормить животных. Их интересует буквально все, в отличие от взрослых. Поэтому марш призван обратить внимание взрослых, дядей и тетей, что стране нужны законопроекты, которые будут это все фиксировать на бумаге, о том, что этими вопросами надо заниматься, и о том, что все-таки надо слушать детей, которые хотят, чтобы мы жили в городе доброты. А вот, кстати, действительно, если ребенок хочет создать, возможно, кормушку, сделать своими руками, там, да, есть, возможно, где-то в Одессе такие места, где помогут это все сделать, да, возможно, там расскажут, покажут. Ну вот, Любовь Богдановна Гаврилишина, инициатор «Помри», опять-таки возвращаясь, она это все взяла в свои руки. Они уже знают, где делают кормушки, куда идти за домиками, то есть этот процесс подконтрольный. Если взрослые помогают детям, то, безусловно, все это решаемые вопросы. Здорово. Здорово, действительно здорово. Дети хотят этого, это самое главное. Можно приходить на эту акцию со своим домашним питомцем? Конечно. Вот, я только хотела спросить, предполагается ли это? Конечно. Я знал. Ну, знаете, если питбультерьер у вас будет в наморднике и обещает по-доброму относиться к соседям маленького роста и размера, тогда, конечно, можно, да. Это приветствуется, это не обязательно, но это приветствуется. Как ситуация, давайте так, как обстоит ситуация вокруг животных вот в нашем городе? Как к ним относятся в целом, на ваш взгляд? В целом, вы знаете, радует то, что тенденция наметилась очень положительно. Объясню, почему так думаю, потому что еще несколько лет назад на марше выходило до 10 человек максимум. Сейчас вы видите, они достаточно многочисленные. В эфирах эта тема обсуждалась крайне редко. Это были такие разовые, какие-то точечные сюжеты. Сейчас это наметилось уже более так на постоянной основе. И, конечно, важный момент, что люди начинают на практике заботиться. Если раньше считалось, что за защитники это сумасшедшие старушки преклонного возраста, то теперь я думаю, что мы этот сноятие прозрушили. Поэтому на самом деле очень много людей образованных, самодостаточных, кто-то финансово, кто-то временем, кто-то транспортом по-разному. Но включаются и действительно... Да, очень много активных действительно людей. Активность очень сильно повысилась, да. Да, многие лечат животных, подбирают на улице, везут в клинике. И, кстати, вот очень тоже хорошая такая вот подсказочка нашим телезрителям, кто, возможно, не знает. Я столкнулся недавно с тем, что некоторые мои знакомые покупают небольшую палочку колбасы паштетной или чего-нибудь, куда-то корма. И я спрашиваю, зачем тебе? Они, оказывается, ходят по улице, видят там холодных собачьих, кошечек, и вот кормят таким образом. Вы знаете, очень актуально, особенно в зимний период. Потому что на самом деле мы делали попытку подготовиться к нему заранее. Во многих городах Украины кошки и коты признаны частью экосистемы города. Учитывая сжатое эфирное время, я не буду объяснять прописные истины. Все, думаю, уверенные знают, что когда есть коты, то меньше крыс, да, и все. Ольга была автором петиции, и мы подавали ее на платформу социальный активный Одессит, знаете. Но, к сожалению, эта петиция не набрала необходимой тысячи голосов. Она была первая по количеству подписантов, но 486, по-моему, 458. Но не набрала. Мы обратились к мэру с письмом, для того, чтобы он уже нашел формат признания как-то котов в части. Что сделали в других городах? Дали распоряжение коммунальщикам не заколачивать подвалы, не заколачивать те места, где животные могут греться зимой. И таким образом сохранить популяцию. У нас, к сожалению, ситуация с этим делом ужасная. Поэтому мы очень надеемся, что мэр все-таки дойдет до нашего обращения и примет те решения, которые обещал. Скажите, пожалуйста, что касается самого мероприятия, вернемся к нему, состоится оно где, во-первых? Марш стартует от памятника Утесову в Горсаду. В 12 часов. В 12 часов. 15 число это что? В воскресенье. В воскресенье, 15 октября. В воскресенье. В 12 часов стартуем от памятника Утесову из Горсада и направляемся по улице Дерибасовской, через улицу Решильевскую, здание оперного театра, горсовет по Приморскому бульвару к памятнику Дюку. Такая прогулка. Да, там возле памятника Дюку пройдет небольшой непродолжительный митинг. Все желающие, кто захочет, выскажутся на этом митинге. Мы ожидаем очень сильно хозяевов вместе со своими питомцами, поэтому приходите, показывайте. Будут фотографии, операторы, будут СМИ. Не будут там какие-то концертные программы, то есть просто общение, да? Скажем так, мы пригласили актеров и наших местных в том числе, учитывая, что никто этот марш в своей графике рабочей особо не включал, те, кто смогут, обещали прийти. То есть администраторы обещали состыковать это все с утвержденным графиком и найти окошко для того, чтобы посетить наше мероприятие. Поэтому фамилии мы озвучивать приглашенных не готовы, а когда придут, тогда узнают. Регистрируется не нужно, да? Нет, конечно. Нет, просто свободно, вот по желанию можно прийти. Абсолютно, да. Собой брать обязательно хорошее настроение, позитивный настрой и желание все-таки жить в городе доброты. Здорово. Вот вы рассказали действительно, что сейчас проводится огромное количество митингов. Я тоже действительно заметила, что их больше в поддержку животных и, кроме того, ужесточили наказание за жестокое обращение к животным. Как вы считаете, это вообще дает свои плоды? Ситуация меняется в положительную сторону. Да. Вы знаете, вот этот законопроект, который стал законом 4 августа, 51.19-1, у него были весьма маленькие шансы на прохождение. Он был гораздо слабее и хуже основного закона, 51.19, без тире 1. Но только потому, что зоозащитники увидели там норму, которую давно ждали, то есть ужесточение наказания и повышение административных штрафов и уголовной ответственности до 8 лет повышено. Только за эти две нормы, несмотря на все остальные пробелы в законе, вышли, отстояли и таки мы имеем сегодня закон, который, кстати говоря, уже позволяет и позволил начать активно работать в этом направлении. То есть даже уголовная ответственность предполагается. Да, кстати, да, вот мы об этом читали, мы об этом слышали в законе. Так у нас сколько уголовных дел уже открыто после того, после принятия закона? Еще 5. Еще 5. До этого было 8, сейчас еще 5. Только по Одессе получается. Да, да, да. Количество. Ну, вчера мы имели эпопею Величевский. Вы понимаете, вот на ваш вопрос отвечая, имеет значение? Потому что цирк Кобзов в этом году, Одесса была единственным городом, куда он животных не привез. А Черноморск рядом, и там цирк с животными. И к нам обратились их зоозащитники, учитывая, что у нас все-таки формат уже какой-то выработался, мы ездили туда подержать, и вы знаете, было грустно смотреть, когда дети пытаются воспитывать родителей. Пришла одна женщина к кассе, девочка посмотрела афишу и начала плакать. Мама, я не хочу, тиграм больно. Мама ее обозвала дурой, дернула за руку и таки купила билет. Вы понимаете, что происходит? Ну да. Поэтому говорить об этом, конечно, надо. Девочка, несмотря на то, что маленькая, уже понимает, что тиграм больно. Понимает, да. Но мама вот с мамами очень сложно, да. А к детям проще. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о предстоящем мероприятии, когда, где, во сколько состоится. У нас, к сожалению, с вами... Время подходит. Почему к сожалению? К радости оно было. Да, да, да. 15 октября, это воскресенье. 12 часов дня стартуем от памятника Утесову из Горсада. Добро пожаловать. Вместе с нами. Ждем всех. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов в вашем нелегком деле, на самом деле. Надеюсь, что все больше людей будут присоединяться к вашим мероприятиям, могут, наверное, и вступать даже в вашу общественную организацию, да, являться ее членами и вести активную гражданскую позицию вот в этом вопросе. А вам спасибо за внимание. Да, взаимно. У нас сегодня в гостях была Светлана Барсукова, председатель ООО «Общественный совет зоозащитников Одессы», а также Ольга Целинская, юрист организации. Мы вернемся к вам сразу после рекламной паузы, так что далеко не уходите. Продолжение следует...